Теплоход «Алексей Толстой» – комфортабельное круизное судно с уютными каютами и сервисом высокого уровня. Основная навигация происходит по реке Волга с посещением городов и обширной экскурсионной программой. Теплоход «Толстой» был построен в 1954 году в Германии, на судоверфи Ви и Би Матиас Тесенуэрфит и Уисмар. Архитектурное решение разработано в рамках проекта 588, целью которого было создание трехпалубного судна с рациональной и комфортной планировкой. Бали реализованы революционные на то время идеи динамичности форм, пришедшие от стремительного развития космической отрасли. Облик корабля с точностью передает веяние и эстетику того периода. Более 30 лет теплоход использовался в качестве грузопассажирского транспорта. Курсировал по Волге и другим судоходным рекам. В разные времена числился в активах Московского, Ленинградского и Чебоксарского туристического ведомства. В начале 90-х корабль выполнял функцию «ресторана на воде» в Крыму. После простоя в несколько лет он был выкуплен частной самарской компанией «Волжские путешествия» для организации речных круизов. Современное название теплоход получил в 2007 году. До этого он носил имя «Николай Гастелло». Четвертое. Солнечная палуба появилась на теплоходе в результате глубокой реконструкции теплохода. Проведенный с 2006 по 2007 город также были добавлены «удобства» в каждую каюту, обновлено навигационное оборудование и увеличено число посадочных мест. В рамках ремонтных работ 2013 года на борту провели спутниковое телевидение, обновили и улучшили систему кондиционирования. Сейчас теплоход принадлежит туроператору «Росвояж», круизы которого охватывают популярные направления РФ и других стран. В рамках компании «Росвояж» теплоход «Алексей Толстой» совершает речные круизы из Самары или Казани. Главный офис компании находится в Самаре, улица. Алексея Толстого. 116 вольт. Телефоны. 7-846-332-17-02-332-75-55. Сайт. Поезд «Лев» толстой длина и ширина четырехпалубного теплохода – 95,8 метра и 14,3 метра соответственно. Вместимость пассажиров – от 144 до 179 человек. Корабль дает осадку до 2,4 метра и развивает скорость до 25,6 километров в час. Подробное распределение помещений можно увидеть на развернутой схеме палуб, нижнее – 10 кают и несколько служебных помещений, главное – 15 кают, бар, служебные помещения, среднее – 32 каюты, ресторан, бар, шлюпочная – 19 кают, детская комната, диско-бар, радиоузел, солнечная, две каюты люкс, рулевая рубка, конференц-зал, зона для отдыха. Теплоход «Максим Горький» для пассажиров предназначено 31 каюта, 4 люкса, 7 полулюксов, 21 комната, типов «Эконом» и «Стандарт». Все они оборудованы необходимыми техническими элементами, оформлены в соответствии с современными представлениями о дизайне. Комфорт пассажиров обеспечивается наличием атрибутов первой необходимости в каждой каюте – санузел, кондиционер, телевизор, холодильник, фен, телефон, набор столовой посуды и приборов, обзорное окно, спасательные жилеты. Каюты типа «Люкс» носят персональные названия «Кама» и «Дон» находятся на шлюпочной палубе «Волга» и «Нева» на солнечной. Однокомнатные каюты обставлены корпусной мебелью, кровати, диваны, кресла. Базовая комплектация предполагает два спальных места. При размещении третьих или четвертых человек используются раскладные диваны. Пара кают на солнечной палубе объединена общим холлом с таким оснащением – журнальный столик, кулер, шкаф для багажа, большой диван и телевизор. Дополнительная информация. Доступ в холл имеют только пассажиры кают «Волга» и «Нева». Из холла есть персональный выход на балкон. Каюты типа «Полулюкс» размещены на средней и главной палубах теплохода. Предполагают размещение 2 плюс 1 или 2 плюс 2. Современный интерьер в светлых тонах декорирован картинами на стенах. Остальные двух- и одноместные каюты выполнены в сдержанном стиле и укомплектованы всем необходимым для комфортного времяпровождения на борту. Некоторые из них допускают дополнительное размещение пассажиров. Подробную информацию о распределении по палубам, допустимом количестве пассажиров и комплектации кают можно получить в соответствующем разделе официального сайта туропиратора «Росвояж». Теплоход Михаил Танич досуг пассажиров во время путешествия обеспечивается наличием различных сервисов и услуг на борту. К их числу относятся два ресторана, бары, диско-бар, пиратский паб, зал для детей с аниматорами, конференц-зал, магазин с сувенирами, массажное кресло, открытая палуба для загара, беспроводной интернет, палуба для прогулок, спутниковое телевидение, интеллектуальный клуб, прокат инвентаря для отдыха, прачечная и гладильная комнаты. Внимание, круглосуточно действует медицинский пункт. Согласно информации на сайте туропиратора, в стоимость круиза входит проживание в каюте выбранной категории, питание три раза в день, согласно расписанию, культурно-развлекательная программа на борту. Дополнительно, по желанию, оплачиваются такие услуги, экскурсии в городах, напитки и еда в барах, помимо общей программы питания, использования гладильного оборудования и услуг прачечной, прокат инвентаря, для спорта и игр. Теплоход «Алексей Толстой» известен разнообразной и интересной развлекательной программой для пассажиров. Каждый день организуются мастер-классы, детские программы и шоу, вечерние танцевальные вечера, игровые программы, выступления артистических коллективов и сольных исполнителей, праздничные программы, приуроченные к знаковым событиям. Программа каждого тура включает длительные и непродолжительные остановки в городах и в «зеленых зонах». Во время этих остановок организуются экскурсии, осмотр достопримечательностей, прогулки по городу, купания, игры на берегу. Также регулярно пассажирам предоставляется свободное время для индивидуальных прогулок и отдыха. Каждый круиз на теплоходе «Алексей Толстой» соответствует определенной тематике, приуроченной к местам посещения, праздникам, традициям и иным символам, кинематографу, народному творчеству, знаковым людям и местам, открытию и закрытию навигации. Весной проводится традиционный рейс «Победный май», в рамках которого организуются мероприятия, посвященные памяти Второй мировой войны. Распорядок дня на теплоходе «Алексей Толстой» предполагает три приема пищи. Рестораны и бары теплохода позволяют вмещать всех пассажиров для организации питания в одну смену. Меню состоит из блюд русской, европейской и восточной кухни. На рейсах длительностью более пяти дней устраиваются «Дни национальной кухни». В праздники подают особые блюда и десерты. В последний вечер круиза организуется «Капитанский ужин» с деликатесами и необычными угощениями. Пассажиры имеют возможность выбирать меню самостоятельно из предложенных вариантов. Для тех, у кого имеются особые предпочтения в еде, повара могут приготовить индивидуальный заказ. Предоставляется отдельное меню для детей. До завтрака всем желающим подаются горячие напитки, «Чай» или «Кофе». Основной навигационный период теплохода – с мая по октябрь. За этот период организуется несколько десятков рейсов длительностью от 3 до 11 дней. В расписании также есть и однодневные прогулки. В среднем, в месяц проходит 6 круизов. В августе 2018 запланировано 5 рейсов. Пункты отправления и прибытия теплохода – порты Самары и Казани. В период путешествия предусмотрено посещение таких городов, как Болгары, Чебоксары, Козьмодемьянск, Нижний Новгород, Волгоград, Саратов, Кострома, Ростов-на-Дону, Астрахань. Экскурсионная программа и другие развлечения индивидуальны для каждого рейса. Время отправления и прибытия указывается в графике конкретного рейса. Как правило, отправляется теплоход в дневное или вечернее время, начиная с 12 часов, а прибывает в порт во второй половине дня, вплоть до позднего вечера, с 12 часов до 23 часов. Обратите внимание, начало или окончание путешествия может выпадать и на утренние часы. На некоторых рейсах практикуется подсадка пассажиров в порт уследования. К примеру, на рейс, начавшийся в Самаре, на следующий день могут присоединиться туристы в Казани. Уточнить такую возможность для конкретного путешествия можно в справочной службе туроператора по контактам, указанным на сайте. Вместительный и комфортабельный теплоход «Алексей Толстой» осуществляет увлекательные речные круизы. Экскурсионный маршрут пролегает через живописные природные уголки и города с богатой историей. Персонал судна обеспечивает туристов всем необходимым для комфортного отдыха. Проводятся ежедневные развлекательные мероприятия для взрослых и детей.